Так, ну что ж, я думаю, что с теплым-холодным достаточно все очевидно, здесь и быстро все расставили по местам. Давайте посмотрим, что же у нас здесь не так. Мы постепенно с вами, как сказать, пойдем немножко на усложнение. На самом деле у нас сегодня не так много ошибок, потому что, когда я стала смотреть, слишком много уже там, если уходить в профессиональные дебри, захотелось вам дать самые именно ключевые моменты. Если все хорошо будет усваиваться, ну тогда в следующий раз мы обязательно, в следующий раз мы рассмотрим что-нибудь более сложное. Нарушена пропорция цвета. Отлично. Ну, здесь я смотрю уже, народ весьма с натренированным подходом к цвету. Давайте еще, если есть какие-то версии, также можете мне прокомментировать, что это дает в результате. То есть, если вы видите крупный рисунок, первый верх и низ с рисунком, так, крупные цветы. Да, то есть, видите, как сказать, что-то, ну, цветы, размеры, это немножко другой момент. Ну, пусть. Все равно все об одном и том же, только разными словами. Много рисунка. Хорошо. Какое ощущение складывается при восприятии подобного образа? Если у вас вот такой комментарий, то есть, что же происходит, когда у нас нарушены пропорции образа, что-то крупные какие-то рисунки там, пестро. Так, ну, ощущение пестроты возникает. То есть, не видно лица, рисунок дробит, размывает фигуру. Есть такой момент, конечно. Ну, в целом, наблюдать и смотреть за подобным образом визуально не очень приятно. Потому что, когда у нас действительно и лицо уходит на второй план, там уже это действительно, как сказать, его сложно разглядеть вот сквозь эти яркие интенсивные оттенки. Ну, давайте посмотрим, как я для себя сформулировала изначально эту ошибку. Как это будет выглядеть. Когда мы соединяем цвет в неверных пропорциях, то есть, слишком много даем какого-то достаточно сильного цвета, образ становится визуально неприятным. Ну, я думаю, что мы все при разных формулировках говорили примерно об одном и том же. Давайте я покажу вам, как я предлагаю, как сказать, ну, через какие образы я просто-напросто предлагаю вам увидеть решение. Когда мы смотрим на девушку слева, какие бы у вас были к ней предложения? Может быть, ее как-то переодеть? Может быть, что-то, какой-то деталь одежды заменить там и так далее? Какие у вас предложения решить эту задачу? Что можно сделать? Снять платок. Можно. Угу. Ну, видите, как у нас... Снять платок. Можно так. Можно поступить иным образом. У нас юбка еще более контрастна, да, чем платок. Платок в себе больше мягкости содержит, поэтому второе решение может быть действительно дать ей более спокойное дополнение вместо этой насыщенной юбки. Ну, и так далее. И понятно, что количество красного при этом у нас действительно уменьшится. Хотя надо смотреть в результате, достаточно ли уберется количество красного. То есть в каждом случае есть возможность это прочувствовать. И здесь я тоже искала возможность передать вам настроение или, скажем так, что меняется в восприятии образа, когда пропорции цвета более сбалансированы. Давайте посмотрите на рисунок с девушкой, то есть фотографии девушки и фотографии бабочки. Куда смотреть приятней? Зададим простой вопрос себе. Куда взгляду приятнее упасть и где мы чувствуем действительно удовольствие от... Не испытываем напряжения от нашего взгляда. Зададим простой вопрос. Расставить акценты и в то же время не переборщить. В этом плане синий-фиолетовый цвет, он, конечно же, более спокойный, и он не вызовет такого раздражения. Его количество... Ну, может быть, если только тотальный мы его внесем, такой тотальный цвет, не добавим никакого светлого, тогда он вызовет скорее не раздражение, а какое-то депрессивное состояние. Но если в сочетании этих цветов друг к другу достаточно таких оппозиционных, то вот подобная пропорция будет наиболее приятная, когда мы желтого добавим в более деликатное количество. Следующий наш слайд – это ошибка номер 5. Ну, так мы условно нумеруем, чтобы ориентироваться. Давайте думать, что здесь, конечно же, много того, что мы уже проговаривали. Спасибо.